Добро пожаловать на канал чудесный огород. Уважаемые зрители и друзья канала сегодня поговорим о такой полезной ягоде как жимолость. Но вначале стоит отметить, что жимолость бывает съедобная и ядовитая. К счастью эти два растения сложно спутать. Съедобная жимолость растет кустарником. Ее ягоды сине-голубые покрыты восковым налетом цилиндрической формы. Один сорт ягод имеет горечь, а другой вид напротив имеет приятный вкус. Несъедобные виды это декоративные лианы. У них оранжевые, красные или черные ягоды круглой формы. Пробовать на вкус их ни в коем случае нельзя. Они ядовиты. По большему счету сегодня мы будем говорить о полезных свойствах этой ягоды. Но все же хочется остановиться на таком моменте, как добиться хорошего урожая. Как говорят нам специалисты, для этого нужно обеспечить полноценное перепыление растений. Так вот, чтобы растения хорошо перепылялись, на участке должно быть высажено несколько сортов из разной селекционной семьи. То есть отдельного генетического происхождения. От этого зависит количество плодов и масса каждой ягоды. Знатоки рекомендуют на участке посадить не меньше трех сортов из разных питомников. Жимолость это уникальная ягода. Во-первых, в северных регионах самый первый урожай мы снимаем жимолости. Во-вторых, растение благотворно влияет на весь организм, даря нам свои полезные свойства в начале лета, которые нам так необходимы в этот период. Ко всему жимолость продукт диетический на 100 граммов. Свежих ягод приходится всего 30 килокалорий и 8 граммов углеводов. Ягоды этого растения богаты сахарозой, галактозой, фруктозой, органическими веществами. Они содержат янтарную, яблочную, лимонную кислоту, витамины В1, В2, поливитамин А, микроэлементы, фосфор, цинк, йод, калий, кремнии, железо и медь, дубильные вещества и пектиновые соединения. Ягоды этого растения повышают желудочную секрецию, улучшают аппетит, помогают укрепить капилляры, нормализовать давление, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему в целом, обладают желчегонным, мочегонным, общеукрепляющим действием, оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт, почки и печень. В жимолости витамина С не меньше, чем в лимоне. Ягоды помогают противостоять сезонным простудам, также обладают антибактериальным эффектом. Интересно то, что у жимолости полезны не только ягоды, но и листья. А вот ветки и кору применяют как мочегонное средство и также этим отваром укрепляют волосы. Уважаемые зрители, несмотря на то, что жимолость очень полезная ягода, но и она имеет свои противопоказания. Необходимо подчеркнуть, что не нужно сразу набрасываться на ягоду и кушать ее горстями, пытаясь пополнить свой организм полезными веществами. Ягода, как жимолость, обладает слабительным эффектом или, напротив, закрепляющим, поэтому начинаем приучать свой организм постепенно. Как говорят диетологи, с одной горсточки в день. После дозу можно увеличить до 100 граммов. Если имеются серьезные проблемы с почками, жимолость в свой рацион нужно вводить осторожно и небольшими порциями. При язвенных заболеваниях желудка и кишечника стоит воздержаться от этих ягод также в период обострения гастритов. Беременным женщинам достаточно съедать 30 граммов в день или готовить морс. Деткам до 3 лет эта ягода противопоказана. Стоит еще отметить, что цветы жимолости сушат для чая. А нам нравится ягоды жимолости соединить с небольшим количеством сахара по вкусу, разложить в небольшие емкости и заморозить в морозильной камере. Можно ягоды перетереть, но нам нравится употреблять больше так. Также из этой ягоды готовят варенье, джемы и компоты. Уважаемые зрители и друзья, если в вашем саду еще не растет такая ягода, как жимолость, то мы вам советуем ее посадить. Растение неприхотливое, ухода большого за собой не требует и она вас будет радовать в начале лета своим вкусом и полезными свойствами. А на сегодня все. Уважаемые зрители, а мы вас благодарим за внимание и будем вам очень признательны, если вы поддержите наш проект лайками. Это поможет другим зрителям ознакомиться с информацией и также способствует развитию канала. Оставляйте свои отзывы, комментарии, будьте с нами на связи, ведь общение всегда приятно. А мы вам желаем теплой погоды, отличного настроения, счастливых дней и, конечно, богатых урожаев. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока!